Всем привет! Сегодня у меня на обзоре такой маленький мини-компьютер Asus Mini PC PN-серии. Переходите по ссылке в описании в магазин player.ru, где вы сможете купить этот мини-компьютер по самой лучшей цене, плюс еще ссылка на новую акцию, где вы при покупке еще сможете получить подарок. Не забывайте, переходите. Итак, какая же у нас серия? Модель PM40. Модель PM40, она отличается, к примеру, от PM60 пассивным охлаждением. Ну и, соответственно, она подходит для таких вещей, как просмотр интернета, презентации, мультимедийные программы. Такие простые задачи и такие всякие казуальные игры. Конечно, этот компьютер не потянет серьезные игры. Он создан только для таких офисных задач, таких нетрудных, так скажем. Но каждый их использует по своим задачам. Ну и, соответственно, так как у него пассивное охлаждение, он будет тихим компьютером. А PM60, к примеру, он сразу будет... Слышна работа вентиляции, так как там активное охлаждение. Ну и, соответственно, он будет справляться с более серьезными задачами. А у нас чисто компьютер такой офисный, для офисных задач. Итак, что же в нем есть? Сейчас мы посмотрим... Сейчас мы посмотрим, что шло в комплекте. Вот, все было в такой коробочке. Здесь лежал компьютер. Здесь все остальное. Компьютер был упакован вот в такой пакетик. Итак, здесь в комплекте идут такие четыре пакета со всеми необходимыми креплениями. Вот, я вам поближе покажу. Идет вес от крепления. То есть вы можете этот компьютер прицепить сзади за монитором или за телевизором. И забудете про него, не будете его даже видеть. Ну вот тут инструкции. Далее кабель для подключения в розетку, сетевой кабель. И адаптер. Адаптер. Вот такая классная коробочка у Asus. Как всегда, все отлично. Вот характеристики адаптера. Корпус мини-компьютера. Размеры 115 на 115 на 49 миллиметров. Это комбинированный аудиоразъем 3,5 миллиметра для подключения наушников, микрофона, либо гарнитуры. Дальше два USB 3.1 разъема, один из которых Type-C. Следующий разъем USB 2.0 с поддержкой B3 Charging 1.2. Это кнопка включения. А это индикатор питания. Дальше. Что сзади? HDMI порт 2.0. Мини-дисплей порт. VGA. Сетевое подключение. Еще два USB 3.1. GN1. Ну и подключение адаптера питания. Вот такой прорезный маленький компьютер. Вы послушаете звук, как он заводится. Компьютеру свою мышь. Вот. Через USB передатчик. Мышь Corsair и USB 3.1 тоже. Вот. Все уже работает. Теперь начинается инсталляция Windows. Итак, вот. Установлен Windows. Все классно работает. Такой классный полноценный компьютер. Сейчас посмотрим, что тут есть. Нажмем на значок Asus. Это онлайн регистрация продукта. Но это нам не нужно. Дальше. Это Макафи. Антивирусная программа. Так, хорошо. Хорошо. Все замечательно работает. Смотрим система. Вот Intel Celeron. 2 ГГц. Celeron J4025. Оперативная память 4 ГБ. Доступно 3,82 ГБ. Это 64-разрядная операционная система. Процессор 64. Здесь установлено Windows 10 Pro. Мерсия 2004. Дата установки 18-е. Ну да, это и 4К. Все отлично работает. Вот я переключаю. Все моментально работает. Память устройства 58,2 ГБ. Использовано 40,3 ГБ. Осталось всего-то 17,8 ГБ. То есть надо еще докупать SSD или MM2. Докупать надо. Иначе ни на что не хватит. Вообще работает замечательно. Маленький компьютер просто восхитительно работает. Так. В диспетчер устройств зайдем. Посмотрим все устройства. Привизор у меня 4К. Ролики на Pixabay 4К. Сейчас включим, посмотрим. Что тут выбрать поприкольнее. Да любую. Сейчас вот. В установках здесь сделаем 4К. Вот смотрите, 4К. И проиграем. Сейчас на весь экран. Вот все работает, но есть, есть. Задержки. Задержки иногда небольшие случаются. Но так все классно работает. Задержки. Так вот сейчас остановим, включим. Да, вот на паузу ставишь, включаешь. Вот есть немного задержки. Но так вот, когда просто оставляешь, и видео работает. Он как бы разгоняется, и все работает. 4К. И так вот, все отлично работает. Как вы видите, все отлично работает. Только вот притормаживание, когда вот мышью шелохнешь, он притормаживает немного. Потом, когда бросишь, все начинает работать хорошо. Так что этот малютка, я скажу, со своими задачами справляется. Не надо от него ожидать черт никаких возможностей. Надо же учитывать, что это такая маленькая прелесть. И то, что он может, то и он не может. И я считаю, что для такого малыша это классно. Просто у вас есть мини-компьютер. И если вы хотите приобрести такого прелестного малыша, такой мини-компьютер, то переходите по ссылке в описании в магазин player.ru, где вы сможете его купить за отличную цену. Плюс сейчас началась акция в магазине, где вы можете еще при покупке получить подарок. Тоже пройдите по ссылке в описании, ознакомьтесь с условиями акции. И плюс в магазине действуют еще постоянные акции, где вы можете еще сэкономить на покупке. Очень рекомендую это, когда покупаю и пользуюсь этими акциями, что помогает сэкономить. Так что переходите по ссылке в описании, не забывайте. И как вы видите, вот страница на Pixabay. Тут очень много изображений. Все отлично грузится, отлично работает. Так, давайте посмотрим, как грузятся картинки. Тем более тут не просто картинки, тут видеоизображение на Pixabay. Мы наводим, видите, и тут видеоизображение. Так что достаточно сложный сайт. Вот, и мы видим, что все хорошо работает. Вот, в USB, компьютер. Это же круто, посмотрите. Такой маленький и удаленький, чего-то только нету. И сейчас игру, когда закачаю, Forza Street, посмотрим, как, чего у нас будет работать. Кстати, все эти гаджеты, которые я показываю, вы можете приобрести в магазине player.ru по лучшим ценам. И вот эту замечательную клавиатуру Asus Rock Strix Scope TKL Deluxe. Это просто фантастическая клавиатура. Смотрите мои видеообзоры. Я рассказываю обо всех этих устройствах. И там же есть ссылки в описании, где вы можете перейти сразу в магазин. Плюс еще получить подарок по акции. И еще по другим акциям еще сэкономить. И главное, прочтите условия. И вы сами в этом убедитесь. Итак, немножко сыграем. Как вы видите, работает, конечно. Подклинивает с тормозами. Но играет, играет. Ну и как вы понимаете, этот маленький компьютер сделал не для этого. Но с казуальными играми, не требующими каких-то супер требований по графике, он будет играть. А так все работает. И мой джойстик, все зашибись, работает. Ну и в принципе в эту игру можно играть. Как видите, она работает. Но понимаете сами, что на очень маленьких разрешениях. Иначе малыш не справится. Мини-компьютер понравился. Для своих задач он просто восхитителен. Надеюсь, никто не ждет от него сверхспособностей. Для этого существуют совсем другие компьютеры. А так, этот маленький малыш делает все, что возможно. Куча подключений. И Windows на 64. И все необходимое в нем есть. И если вам нужно это чисто для офисных приложений. Для серфинга по интернету. Для просмотра фильмов, видео. То он просто восхитителен. Ну и всегда такого малыша можно взять с собой в поездку. И я говорю, вот жалко, что не могу портативный топ-монитор Asus к нему подключить. Ну ладно. Переходите по ссылкам в описании. Не забывайте. И всего хорошего вам. И классных гаджетов. До следующего видео. Пока.